Сошлись на норму права. Это обязательно всегда ссылаться на норму права. На режимной территории УМВД России города Сургут Конституция Российской Федерации не действует. А как же часть 4 статьи 29 Конституции? Она не действует у вас в режимном объекте? В режимном кабинете нет, она не действует, Конституция. Так сказала Иванова Любовь Александровна. Это начальник отдела делопроизводства и режима. У нас все-таки государство, сторона. А там режим, 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 а там режим. Он не меняется уже в течение, ну, по крайней мере, 5 лет точно. Но он же может поменяться? Нет. Почему нет? Есть вариант один, первый вариант. Вот вам наглядный пример, что такое режим. Эта табличка висит на высоте 2,5 метра. Больше 50 капель, очень похожих на капли крови. Весь ужас вот этой картины. Заходил жираф и не смог выйти? Выход есть, но он кровавый. Да, это каждый день происходит. Выход весь в крови. Просто это граждане не видят. Меня с телефонами пропустят? Нет. Почему? Вы отказываетесь ответственного вызовывать? Ну, потому что режимная территория. У нас начальник управления сам себе назначает, когда ему принимать. Серьезно? Да. У нас режимная территория, кабинеты все режимные. Чего ты здесь цирк устроил? Я не могу понять. Мы остаемся открыты. Вот, помогите мне. Ты что сюда пришел? Я тебя понял, я тебя понял. Тебя вызовут. В здании ОМВД, которое является режимным. А я что, ты нарушаю? Ничего ты не нарушаешь. Ну, у нас, да, у нас режимное здание. Протокол, значит, неповиновение или... Вся территория управления является режимной. Дмитрий Николаевич, куда вы уходите? Я вам донесла информацию? Нет, вы приказ не назвали. Мы можем аудио-видео фиксацию проводить самостоятельно. То есть, со стороны ОМВД мы устанавливаем камеру. Сошлись на норму права, которая не запрещает? Нет, наизусть не могу знать Конституции Российской Федерации. Как карта может попасть на аудиозапись? Мы руководствуемся нормами своих приказов ОМВД. Начальник вам отказал. Введение аудиопротокола. На основании чего? Нет, нет нормы права никакой. Как гражданина вас начальник примет, как журналиста нет возможности принять. То есть, это коррупционная составляющая, я правильно понял? Ваш личный интерес? Вы понимаете, это не норма права, это рекомендация. Полный список всех нарушений. У меня примерно будет на 8 страниц. Приказ есть, но он секретный. Ну, конечно. Я вам должен верить на слово, да? Вам может разрешить только руководитель управления вести аудио- и видеозапись. С двумя телефонами нет, начальник не согласовал. Аудиозапись. То есть, вы гарантируете, что меня не пущите? Ну, мне начали просто угрожать 19.3. В этот раз так же получится, да? Ну, я делаю вывод, что вы нарушаете условия контракта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...